всем привет меня зовут ольга вы на канале о вязании сегодня понедельник 30 марта март заканчивается видео по итогам за март тоже наверное снимать не буду потому что на этой неделе мы так скажем по моей большей инициативе находимся в самоизоляции начались каникулы я решила младших детей в садик тоже не водить поэтому мы сидим дома я занимаюсь игрушками дети занимаются своими делами малышка дома спит поэтому я в обед буду немножко подключаться просто говорить что и как у меня происходит так и значит сразу не про игрушки скажу на выходных я вязала себе кофточку пока что она конечно так выглядит как знаете кольчушка такая вот потому что это стопроцентная вискоза что-то заворачивается у меня но после стирки она должна растянуться я конечно образец не вязала то есть после стирки она вытягивается выравниваются все петельки сейчас они так немножко пляшут потому что нитка очень скользкая вот достаточно такая тяжелая и я потихоньку вижу вот это у меня то что по переду связано то есть еще немного хотя тут вырез достаточно большой надо мне будет еще привяжу наверно сантиметров 10 и надо будет примерить мне посмотреть что получается а вот так следующее что я вам покажу а в пятницу я не смогла закончить и ложеком и ежика я заканчивала сегодня с утра вот такой вот малыш получился а я очень извиняюсь за свои ногти дело в том что я испортила себе очень сильно ногти в общем у меня сейчас вы знаете когда ногти слоятся вот полностью ноготь такая тоненькая пластинка осталось а не спрашивайте почему не спрашивайте как потому что ну я другого выхода не нашла как это сделать в общем а сейчас буду вам игрушки показывать вот таким вот образом такой маленький ежик получился и в нему в компанию на выходных я вязала заготовку и появился вот такой вот большой малыш вот то есть можете сравнить размеры этот малыш который побольше идет у меня три сантиметра так не хотят они у меня лежать перекатываются час еще раз вам положу что вы посмотрели значит у них как и у предыдущих игрушек поворачивается голова вот и у этого малыша тоже он полностью подвижен эту дракошу вы видели я ее еще не убрала буду убирать и еще тоже на выходных я сделала заготовку для чихуахуа вот сейчас собираю с утра успела получается собрать полностью ежика то что я делала за выходные и собрать голову чихуахуа у меня есть составные части вот и тела кофточка практически полностью связано то что сейчас буду этим заниматься все на этом принципе мне больше нечего показать прошлый влог что-то у меня с телефоном происходит не то я не могу его смонтировать в один большой влог часовой поэтому мне пришлось разбить там по моему 26 минут и 40 минут вот он первую часть я смонтировала чуть позже выгружу и вторая часть выйдет наверное в среду сделаю небольшой перерыв в один день будет через день вот значит что у меня дальше по планам дальше по планам начиная этой неделе я буду вязать микро калу сижу будет голубой дракон черный микро кэт и черный микро бани то есть опять микро игрушки это будут раз два два три четыре да сегодня понедельник я получается сегодня закончу чихуахуа ну вот за понедельник будем считать что это маленький этот ежика я связала тоже перенесем его на понедельник и на этой неделе у меня снова будут микро игрушки вот посмотрим получится или нет я надеюсь что вам не очень грустно следить за однотипными игрушками если что сигнальте я тогда может какой-то перерыв сделаю видео и не буду снимать пока что вот потому что новый контент какой-то придумывать я не хочу вот и себя что-то вдавливать тоже не хочется а так вот как у меня что двигается в принципе в таком режиме мне комфортно оставаться все пойду вязать увидимся с вами завтра так сегодня вторник 31 последний день марта я вчера подвела итоги с немножко их вам озвучу за этот месяц так значит за март я связала всего 30 игрушек и две шапочки был желтенькая кота шапка и черная шапка которая мне все нужно переделать лежит у меня все таки я решила немножко отрезать и закрыть здесь и будет шапочка так и получается что у меня в этом месяце так интересно получилось что я связала но еще не довязала 2 микро кроалы 2 микро ёжика 2 ёжика 3 сантиметровых 2 бежевых микро щенка 2 микро зайчика 2 микро мышки 2 чихуахуа вот такие вот в голубой кофточке бежевые 2 микро кота 2 микро дракона 2 мишки брошки которые с вышивкой тоже они у меня здесь есть но вот один напомните 2 лавандовый был и 4 мишки и софти это удивительно тоже 4 можно сказать 2 розовых и 2 бы были экспериментами вот достаточно такой интересный месяц вышел вот было интересно работать в этом месяце так значит сегодня 31 но еще не конец рабочего дня поэтому вот пока дочка сейчас будет спать я закончу калу вот такая вот малышку мне получается вот это менее такая пушистая чем предыдущая но не тоже голова поворачивается все у нее как и у предыдущей каллы и вчера я закончила вязать его щеночка чихуахуа вот вот такой вот малыш получился нужно мне его сфотографировать я все игрушки фотографирую хотя бы по одной-две фотографии делаю я пока дочка ложилась спать я взяла повязалась свой топ немножко и мне приходят комментарии уже под частью предыдущего влога хочу пару слов сказать не буду в этот раз не рычать не ныть ничего вот что хотела сказать значит по этому синему мишки который был экспериментом прошлом в логе детской версии которая назвала мишку ставлю фотографию вам так интересно сказали что он на трех мишек похож этот медвежонок значит первый комментарий был что этот мишка похож на мишку из на стле и я такая думаю да действительно у меня все время практически на виду на стле мы покупаем и кашу и сейчас уже не покупаю но раньше покупала кашу на стле и какао мы пьем на стле вот и этот мишка всегда у меня был на виду он синий наверное он не запомнился потом второй комментарий был есть такой мультик ой про мишек забыла как называется подпишу думаю что когда монтировать буду я вспомню как он называется там в мультике очень много разных медвежат разных цветов и у них на пузике там нарисованы всякие элементы например молния нарисовано по моему у мишки злючки там солнышко у мишки всегда на позитиве мишка радуга есть но всякие вот такие вот элементики нарисованы и эти элементы как бы характеризуют характер мишки а вот значит вот на такого мишку в принципе похож да и третий вариант был это на мишек гамме тоже наверное где-то у меня отложилось это и вот возможно вот эти вот три собирательных образа у меня сработали и родился вот такой вот медвежонок синий это первое я хотела поговорить с вами и второй комментарий был что зачем я слушаю людей которые не понимают ничего в творчестве зачем к ним прислушиваться что-то делать для них потому что они никогда этого не поймут да с какой-то степени это действительно так я могу согласиться с этим но с другой стороны когда мы варимся в этом супе который называется вязание игрушек да я сейчас вот практически ушла от вязания вещей и кругозор становится достаточно такой узкий и зашор зашоренный взгляд да это вот как лошадкам когда одевали на глаза вот эти вот защитные чтоб они не пугались это я такой же взгляд у нас становится когда мы занимаемся каким-то одним делом и отграживаемся другого мира когда я прислушиваюсь к другим людям я всегда ну даже кто говорит негативные какие-то комментарии я очень люблю анализировать эту ситуацию какие-то искать плюсы какие-то минусы искать в этом как-то ну устраивает такой знаете типа психоанализ наверное какие чувства это у меня вызвало почему это у меня откликнулась как бы я отреагировала в другой ситуации если бы у меня там было настроение хорошее или наоборот плохое настроение когда говорят что то делать с игрушкой другое и стоит ли вообще идти на поводу у заказчиков тут тоже я немножко эту тему по моему затрагивала в прошлом влоге но не помню в первой или во второй части я говорила о том что когда человек который не связан с любой деятельностью в принципе когда он не знает всех тонкостей технологии когда он не понимает вообще даже не никак не понимает как вяжется да может быть в школе когда-то вязал и забыл как это делается либо когда спрашиваю у мужчин да там мужа например либо у брата там еще у кого-то когда ты общаешься с людьми которые связанием вообще никак не связаны они смотрят на изделие немного другими глазами и они часто подсказывают знаете такие маленькие моменты они могут сказать прикольно но я бы сделал вот так и ты такой думаешь нет это идеальное изделие это ничего не понимаешь а с другой стороны вы можете вот эту вот детальку которая не так это изделие уже пусть останется так но оно если вам нравится оно хорошее и если кто-то нашел какие-то там недочеты это не значит что оно плохое я так не считаю но вот эту вот идейку когда кто-то говорит что а вот попробуй сделать так я раньше воспринимала очень сильно в штыки так я конечно молодец наговорила очень много и не заметила что мне телефон перестал записывать потому что не хватает памяти так я там посмотрела что вроде про изделие говорила что его никак не нужно менять и еще что хотела сказать наверное сокращу всю мысль как я рассказывала о чем рассуждала хотела вам сказать что советы других людей нужно слушать но не нужно их принимать все на сто процентов свою жизнь то есть если мы не будем обвиняться информацией позитивной негативной то мы не будем развиваться вот сами представьте что вы живете в прекрасном мире где вы делаете все прекрасно все кто смотрит на ваши изделия говорит что ты молодец и то есть дальнейшего развития я не вижу в данном случае когда приходит в эту идеальную жизнь кто-то с мыслью что а ты делаешь вот не так ты начинаешь думать а почему я делаю не так а может мне попробовать так а надо попробовать так а я вот вот так вот не делал надо посмотреть как другие делают а что вот здесь вот можно добавить что здесь можно убрать то есть мы начинаем анализировать мы изменяем свое сложившееся мышление свою натоптанную дорожку и стараемся что-то поменять поэтому нужно слушать других это правильно иногда это очень тяжело я вот тоже видите иногда некоторые комментарии беру близко к сердцу и у меня возникают какие-то эмоции которыми я с вами делюсь но в любом случае без таких комментариев без таких взаимонепониманий у нас не будет дальнейшего развития и будет все печально вот не знаю поняли вы мою мысль или нет надеюсь что вам все понятно на этом я буду заканчивать буду продолжать вязать коалу до завтра и так сегодня среда 1 апреля март прошел остался апрель май и скоро лето ура 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 я думаю что нам нужно как-то дожить до лета и все будет хорошо в принципе мне сегодня нечего показать потому что я вчера делала только вот эту вот милую головушку вяжу дракошу поправить рожки вот я думаю что я его сегодня закончу делать вот и сегодня с утра я ничего не вязала потому что мне нужно было сбегать собрать некоторые документы и потом я решила что сейчас пока в нашей семье все спокойно самое время я знаю что сейчас вас может как-то передернуть вы можете подумать боже и она тоже в общем я решила пошить маски для себя и моей семьи конечно да они такого качества не очень но самое главное что они выполняют свою функцию значит по шитью масок я оставлю ссылочку в инфобоксе если кому-то будет интересно можно их конечно же вязать очень много всяких схем есть в интернете я уже думала может мне связать из хлопка я бы если бы вязала то наверное использовала бы стопроцентный хлопок ниточку можно брать тоненькую просто несколько сложений и вязать маски по схеме да можно вязать например из того же ириса только взять например в 4 в 5 сложений или в 3 в 5 сложений ну то есть контролировать смотреть какой у вас крючок вот я решила что быстрее будет что я сошью потому что у нас в семье 5 человек это я мой муж и трое детей почему я решила все таки сделать маски потому что сейчас ситуация такая что в принципе эти маски нам вроде как не нужны у нас нет карантина по-прежнему и люди людей не заставляют носить маски сидеть дома все работают как бы все якобы у нас хорошо и замечательно вот но тем не менее я знаю что может быть такая ситуация что кто-то из нас заболеет банальная может быть простуда еще что-нибудь другие заболевания никто не отменял кроме коронавируса которым сейчас пищит все площадки каждый уголка соцсети всех интернет площадок пищит просто про коронавирус все об этом говорят но есть и другие заболевания и о других заболеваниях не стоит забывать поэтому я сделала маски именно на такой случай когда если кто-то заболеет можно было не покупать одноразовые маски я вас прошу пожалуйста не бегите в аптеку не скупайте одноразовые маски оставьте одноразовые маски для врачей которым это действительно необходимо если кто не знал я по образованию врач я в декретном отпуске уже сколько лет и я общаюсь со своими коллегами и я просто в шоке от того что у них нет никаких средств защиты то что они находят по закоулкам где-то в каких-то забытых складах где-то кто-то передает за бешеные деньги они покупают защиту со своей деньги и у меня просто сердце разрывается от того что мы не защищаем тех кто защищает нас вот поэтому я делаю для для нашей страны для нашей семьи все возможное мы сидим на карантине мы никуда не выходим максимум вот я сегодня сходила за документами одевала маску нигде не контактировала нигде не пересекалась людей держалась подальше ходила по менее населенным улицам хотя людей очень много на улице вот одевала маску обрабатывала руки когда выходила заходила с помещения спиртовыми растворами пришла домой тоже вся помылась да и мы сидим дома не выходим с детьми даже на улицу хотя я думаю что может быть мы все-таки как-нибудь выберемся хотя бы на полчаса просто чтобы дети здесь возле дома походили не гуляя на площадках просто немножко пройтись потому что сидеть в заперти дома это тяжело хотя я понимаю что сидеть в больнице в заперти это намного тяжелее вот поэтому лучше уже дома посидеть про что я хотела сказать про то что вот я делаю все от меня возможно мы сидим дома устроили карантин хотя карантина в стране нет мы стараемся не контактировать ни с кем не с родителями не с соседями ни с кем не контактируем мы не не скупаем маски потому что маски нужны для врачей для медперсонала им это нужнее сейчас ну и конечно мы не сеем панику я понимаю что паника страшна просто нужно оценивать адекватно ситуацию что мы никуда от этого не денемся просто нужно сделать все возможное от вас зависящее от меня зависящее и жить дальше и просто ждать что будет завтра вот но мы живем новые дни наступает это очень радует и я думаю что должно это закончится еще тут месяц два и должно выйти на какой-то более низкий уровень и все в конечном итоге наладится я надеюсь вот поэтому я сшила такую масочку сегодня сидела очень много их шила очень много их делала это детская масочка вот да конечно я да еще швея не очень хорошо шью но лучше так чем вообще никак эти маски можно утюгом проутюживать на высокой температуре их можно стирать вот поэтому такие маски очень хорошо но опять же повторюсь это не панацея это скорее просто то что должно сейчас быть в каждом доме на всякий случай все я высказалась боже на пять минут вы простите меня я понимаю что эта тема может быть вам неинтересна вот завтра я вам покажу дракошу потому что я сегодня закончу его и потом я буду вязать буду вязать мишку решила немножко отдохнуть от малявочек свяжу мишку потом опять буду вязать малявочек все до завтра сегодня четверг 2 апреля так я достала снова этих зайчиков потому что вчера я смонтировала видео мастер-класс выгружу все таки так как он есть говорила что что-то не так мне не нравилось с этой зайкой но в принципе игрушка есть ее можно модифицировать не обязательно создавать точно такую же можно немножко ее например в шортиках вязать в комбинезончике можно просто с вышивкой делать я там только основа получается схема мастер-класс там небольшой на 40 минут да совсем маленький но я там не вижу очень подробно все быстро рассказано основные моменты по сборке и оформлению показаны поэтому я сейчас достала хочу сфотографировать и наверное завтра пятница или в субботу я думаю что я на этой неделе выгружу потому что ну нет смысла тянуть да у меня очень много видео уже скопилось есть там и по вышивке и упаковка еще что-то есть я там рассказывала видео скопились это хорошо мне так более спокойно потому что у меня есть стратегический запас поэтому но все таки с этими зайчиками я решила дольше не тянуть вот и еще я вам покажу вчера родился вот такой вот малыш дракоша вот что мне кажется что освещения все время мне недостаточно вот такой вот крошек вот у него все поворачивается ручки, ножки немножко я его затонировала для того чтобы придать ему живости вот такие вот крылья у него ну в принципе дракоша как и все остальные вяжу по мастер-классу у меня наверное 80% малышей которых я вяжу это по мастер-классу Нэнси Упс а какие я не по ее мастер-классу это лисичку я вязала у нее нет мастер-класса на котика но я вязала по ее идее как бы брала можно сказать котик 50 на 50 и наверное все остальные малыши по ее платным и бесплатным мастер-классам вот так что я Настя на мастер-классу очень люблю красиво смотрится голубой этот дракончик на желтеньком фоне и тут мышку достала вот надо ее будет убрать спрятать чтоб она не пылилась а на этом все вот пока укладывала малышку спать немножко повязала больше ничем не занималась а ничем не занималась занималась так как у меня впереди вот после этого дракоши я хотела вязать две черные игрушки я решила своим глазам дать немного отдохнуть и связать игрушку побольше и совсем у меня получается вязать вслепую потому что я не вижу петельки чисто ориентируясь интуитивно куда надо вводить крючок поэтому запасные части связала для мишки по мастер-классу Елена Черчик и вяжу голову вот такая вот заготовочка тут мне осталось провязать пару рядов по прямой и потом закрывать уже голову останется тело и собрать все и вышивку сделать ну я думаю что я завтра успею этого мишку сделать очень надеюсь сейчас вот пока малышка будет спать буду это делать вот поэтому сейчас фотографирую зайчиков надо дракошу отфотографировать потому что мишку я фотографировала ну и завтра я буду браться за черные игрушки будет черный кот черный зайчик и лисичка там тоже черные детали есть поэтому тяжеловато а еще хочу связать темно-коричневого щеночка не знаю наверно мне надо как-то их чередовать с другими игрушками потому что тяжеловато вязать черным цветом так много дней подряд ну буду смотреть по своему состоянию все на этом мне больше в принципе показывать вам нечего увидимся с вами завтра постараюсь показать вам готовую игрушку мишку мишку ну что ж сегодня пятница так я сейчас свет подключу значит я вчера закончила мишку знаете не хотела больше ничего вязать поэтому я ну в смысле из игрушек ничего вязать как-то я подустала от игрушек потому что у меня каждый день я вяжу игрушки хотя на прошлых выходных делала себе небольшой отпуск на два денька но все равно игрушек получается вязать очень много немножко они так подприелись вот поэтому я вечером уже ну я поздно закончила мишку в принципе закончила я его наверное часов 7 если я не ошибаюсь я сейчас решила чтобы не грустно было очень в инстаграме потому что ну в принципе покупок я никаких не совершаю мы никуда не уходим сидим на собственном карантине так скажем вот и поэтому ну даже покупок мы не делаем каких-то я ничего не заказываю и на почте у меня по моему посылка пришла но я не знаю когда я ее заберу там пришли акварельные краски разные что-то мне захотелось попробовать с Китая заказать так это я выбирала глазки вот у нас сколько глазок тут маленьких выбирала глазки для игрушек я не помню говорила я в прошлом видео или нет я в инстаграме как-то писала про эти глазки я их покупаю на алиэкспресс они позиционируются как стеклянные глазки и если честно я не знаю почему после моих экспериментов все равно сказали что это скорее всего какой-то либо пластик либо это может быть полимерная глина какая-то суть в чем я по-моему я об этом рассказывала в общем я поджигала зажигалкой ничего не случилось никакого даже налета не появляется на этих глазках я наверное секунд 30-40 держала зажигалку пока мне не начинала сама зажигалка жечь руку вот и потом еще в ацетоне я эти глазки пыталась растворить тоже ничего не происходит ну как по мне то это стеклянные глазки хотя по цене не скажешь что они стеклянные но они и не калиброванные да если например взять бисер да есть китайский который дешевый это же стекло есть этот чешский немножко дороже но есть он калиброванный и не калиброванный и есть очень дорогой японский бисер и ну это все стекло и там и там и там это стекло вот поэтому тут такой вопрос но они идут разный размер у меня здесь высыпано в пачке которые были двухмиллиметровые но здесь есть и большие глазки и совсем крошечные буквально тут один миллиметр так и вот смотрите в одной пачке двухмиллиметровой есть и такие и такие глазки это причем я не самый большой еще глазик выбрала вот смотрите вот этот еще больше то есть так как эти глазки тут не калиброванные мне кажется поэтому цена на них маленькая потому что постоянно сидишь выбираешь и вот тут еще валяются у меня бульонки это такие черные я не знаю это вот стекло или нет насчет этого я сомневаюсь потому что они не блестят так как глазки китайские хотя я все хочу сходить в магазин и посмотреть бульонки которые продаются не в рукодельном магазине а в магазине для ногтей мне кажется они там более круглые посмотрю какого они там размера вот как-нибудь схожу и гляну ну вот эти глазки я использую для игрушек которые полтора сантиметра и меньше что я вам а просто коробка стояла ясно так значит мишка получился у меня вот такой вот я его немножко затонировала буквально чуть-чуть ну глазки да получились сильно ушки немножко возле лапок практически не видна тонировка вот у него поворачивается голова поворачиваются лапки связан из ализе софти такого медового цвета я вот этих вот этот цвет и мишек называю медовыми вот и тут вот такая вышивка большая сиреневая вышивка да фиолетовая вот один цветочек такой мишулька хорошенький и как же мне нравится с ними играть вот так вот их поворачивать голову я раньше ставила шплинты в голову и в шею большие ну тогда получается массивная шея и после того как я стала ставить в голову например шплинт 15 не шплинт а диск в голову диск 15 сантиметров а в шею диск 10 сантиметров ну то есть разница была либо 12 миллиметров и 9 миллиметров миллиметров вот то получается за счет того что в голове стоит большой диск а в шее маленький диск за счет этого голову можно вот так вот по этому шплинту по этому диску нижнему наклонять вот поэтому я стала делать так и получается мишку наклоняли голову конечно он голову не держит сам когда ну так он не очень хорошо то есть если ему голову наклонишь он потом выпрямляет все равно голову если вы хотите делать игрушки чтобы они вот наклоняли голову и держали в таком положении то тогда стоит использовать шплинты да шплинты о-образные я использую т-образный шплинт мне он нужен для игрушки всего одна штука потому что ручки на и ножки на нитяном креплении все на этом все а нет не все еще вот что я сегодня успела связать за утро я смеюсь что получается утка а не собака но на самом деле это кажется я все время это делаю я такая боже мой что за утка опять получилось нет это получится симпатичный песик после того как я полностью все дооформлю вот будет симпатичный хочу посмотреть на реакцию людей в инстаграме которые поверили что это получается утка и что получится утка вот такой щеночек будет из темной пряжи ну и по планам я уже вам говорила что у меня будет черный зайчик и черный котик и думаю что я еще буду повязывать по возможности свою кофточку на следующей неделе мы сидим дома буду также снимать после обеда по чуть-чуть вот так что а да сегодня вышел мастер-класс по зайке спицами если вдруг вы пропустили то на канале смотрите в плейлисте малыши плоскиши вот следующий буду делать котик вот сначала я думала его одним способом сделать потом решила сделать его немножко по-другому вот в общем подумаю как сделаю конечно хочется все игрушки вязать мастер-классы снимать но на самом деле не хочется мастер-классы снимать после того как на них такая реакция не успела я выгрузить мастер-класс по зайке как мне тоже поставили дизлайк непонятной причине ну это вроде и понятно чем больше людей становится тем больше недоброжелателей появляется вот суть в том что создание мастер-классов это достаточно муторная работа когда приходится сидеть за компьютером и ты ничего не можешь вязать и меня это больше всего бесит ты либо пишешь текст нужно написать либо постоянно нужно где-то какие-то поправки там где-то видео ускорить где-то замедлить где-то что-то прописать если неправильно сказал и поэтому растягивается это надолго и мне не нравится монтировать поэтому мастер-класс был снят давно и когда я монтировала мастер-класс по зайке я вспомнила что я же снимала для вас мастер-класс по цветочку лотосу вот я про него совсем забыла просто как будто меня выключили я не помнила про этот цветочек лотос так что нужно смонтировать еще этот мастер-класс выгрузить там он вяжется крючком вот тоже самое страшное в мастер-классах но не страшное а то что мне не хочется делать это прописывать схемы да вот такая я ленивая все на этом все спасибо большое вам за внимание спасибо за то что вы остаетесь со мной пишите мне комментарии ставите лайки обожаю вас за это подписывайтесь продолжайте ставить лайки писать комментарии я отвечаю пока на все комментарии продолжаю пока что на все отвечать поэтому будем общаться с вами под видео все на этом до следующей недели пока пока